ну вот ну и если вы выходите в пространство центриста то вы видите конечно все время существ на вот это место где живут существа ну вот и эти существа все находятся в коммуникации взаимодействия неважно ну то есть вот прокофьев надо все таки шизоидом но у него вот есть это дурацкая петь и волк музыкальное произведение значит она абсолютно шизоидной по форме ну то есть вот это он просто разъял реальность выложил из нее отдельно выложил сложил по такой дико конструкторская вещь порезать реальности фрагменты это петь идет это волк там еще что-то происходит здесь значит все рады здесь умерли там все президента все все вы поняли а персоединили и довольны значит абсолютно но вот но реально значит для для куда бы вы ни зашли для концентриста у него петя и волк то есть петя находится в каких-то отношениях с волком и не существует без этих без этого волка на вот и и каждый из них в результате оказывается каждый из героев его повествование начинается объяснен через всех других но потому что они не существуют сами сами по себе вот и вот эти специфические черты каждого из элементов на вот они обусловлены местом в котором в котором все одно на все на относим вот соответствующим почему все понятно почему от у центриста все понятно хотя зачастую он как раз соображает хуже потому что у него все совсем связано и чтобы вы ему не дали ему уже все понятно потому что все понятно потому что это все является следствием этого всего ну то есть вот там раньше когда вот у достоевского романе идиот он значит появляется там значит идиот он приезжает он родственник какой-то дальний 7 вода на киселе и дальше они начинают восстанавливать всю систему каких-то родственных связей вот и вот это вот то есть к ним приехал человек обладающий своим характером своим там еще что-то пятое-десятое так далее вот но они его восстановили по какой-то конструктор превратился в князя князя мышкина вот это вот затрепанское существо которое вошло там вот и они вынуждены с ним взаимодействовать как с князем ну вот то есть его там весь разрыв состоит том что и достоевский намеренно его делает то есть разрыв что есть огромное внутреннее содержание сам мышкин держит всех участников у него все герои его романа романа достоевского они все связаны друг с другом то есть вот это прямо ну как бы он он каждого берет и через каждого героя романа идиот можно как бы вот это все пространство увидеть и понять почему этот герой ведет себя так то есть вот даже даже в братьях карамазовых это нету там условно отдельные центры силы да и понятно что здесь очень много субъективизма потому что вы должны понять что для центриста важно потому что у всех центристов разные важно и поскольку у него все совсем связано не потому что все так связано потому что что-то для него важно вот и если у него первое важно вот семья то дальше все совсем связано через семью но насколько человек как бы для семьи а насколько не ответственный мы его все мы его вызовем на семейный совет мы сядемся он должен понять мы с ним поговорим все почему-то да и мать скажет и и брать его нишу зря нет все они счастливы да то есть у него как бы это цены семейный формальный да он как бы его запрограммировали так у него был как бы центристы рождаются с тем что внесите в меня программу социальную ну он же родился адаптироваться какой-то социальной реальности да эти родились как цветы в небе красоты вот а центристы родились для того чтобы их перепрошили и сделали элементами социальные как бы матрицы и они готовы сразу просто со всем упоением так сказать для себя в эту матрицу на себя надеть и торжественно с ней просто как бы сказать дать пилить чтобы им это не стоило вот и да и поэтому для них вот ну то есть вот что до конструктора будет семейная ценность ну будет какое-то просчетные действия которые-то будут совершены в ней и из них будет сделан какой-то вывод она может быть хорошей ценностью а может быть плохой ценностью она может быть не ценностью вовсе она может быть неважно это будет результатом какого-то просчета он просчитает поставит это не будет иметь больше отношения ни к чему стул выродился выплюнулся на случай если что мы у нас есть готовый мы выдернем скажем стол и закроем вопрос зачем лишний раз читать это очень затратно у него много усилок вот да для рефлектора ценность интересна в данный конкретный момент ну то есть вот а ценность обретает в моменте то есть если как бы это сейчас важно по каким-то причинам нужно в эту кривизну так сказать влететь то это становится невероятной ценностью и все через нее меряется ну вот но через 15 минут все меряется через другой потому что лента мебиуса сделала свой известный поворот вот значит я не могу не путаю что-то в ленте мобиуса да там как-то перекручивать да то у центриста его как прошили ну то есть вот я в детстве и классический центрист я по тесту центрист невротик да мне в детстве объяснил я любил ленина просто до усрачки я прямо любил я с ним разговаривал на книжке но мне сказали все но все вождь народа всех спас настоящий человек мне надо было пожаловаться на жизнь кому я пойду к ленину на обложке все из зала в зал переходя там движется народ читают дословно еще стихи помню мы в зале избежал я сбежал мавзолим можете себе представить да из подмосковья общение было 10 копейками летами 11 я сбежал из подмосковья на каком-то водохранилище где папа куда меня увез значит там у него товарища была значит катер это были советские глубокие времена какой-нибудь восемьдесят там четвертый год вот пятый соответственно если мне 10-15 лет на вот и да и да и не сказать что мы пойдем мы пойдем я сейчас смешно расскажу значит мы пойдем значит на этом катере кататься по водохранилищу я приехал в москву чтобы понимали в столицу нашей родины на мотоцикле вот такой банду и так и знаете у ижей была такая ну как тачанка да да вот люлечки да вот с ночевками в лесу понимаете если будет если будет дождь тогда мы не выйдем на водохранилище и тогда возможно поедем но я выяснил что надо занимать очередь в мавзолей очень рано а в пионерском лагере нам рассказывали что если петь какую-то песню я ее сейчас уже плохо помню и ты ее поешь то на следующий день обязательно будет дождь я целый день пел песню чтобы на следующий день был дождь на вот я проснулся в 6 утра ну вот капла и я сбежал потому что все равно и я сбежал я сел на электричку я не понимаю как я добирался это конечно советский союз но я добрался электрички я добрался на метро на котором я поехал я доехал до александровского сада понимаете там все уже закрывалась принять я там бегал упрашивают их милиционеров меня пустили при имени пустили потом я перелезал через забор это мне какой-то я добежал стал в этой очереди все вот и меня не пускали потом потому что мне казался в сумке фотоаппарат а в клей но нельзя с фотоаппаратом и мегает иди отсюда я пить ленинград москва люлька дождь пене целый день метро я разревелся там она на при на это чтобы меня не пустили к ленину вот их какой-то другой подошел в штатском мне кажется вот и сказал иди прячь вот и мне побежали за трибуну там трибун таки гигг эти из гранита я положил этот вернулся и он меня встретил и отвел обратно за трибуну чтобы я забрал фотоаппарат это что надо было сделать моими мозгами понимаете что это надо было сделать ну вот а я родился прошейте меня я буду как бы сказать настоящим ленинцам вот да и в зависимости от того какие ценности вшиты у него по этому принципу объединены объединены все элементы внутри конструкции почему всегда ясность потому что как бы идея система ценностей как бы что что важно одно значит все являются петей пети нет без волка волка нету без пети да и вы куда не повернетесь там все как бы все предельно но логично но не смысле логики вот какой-то такой абстрактный а в смысле понятности ясности так и есть улавливаете вот и поэтому сложно с ними разговаривать и вот потому что если начинают рассказывать что они думают там нету логики ну то есть им кажется что она есть потому что она же все так красиво связано но она связана не потому что какие-то формальные закономерности определили все и в связи с этим что-то как-то оценили а потому что был набор таких отношений до через эти случайным образом попавшие ценности слава богу не гитлер югент меня воспитывали понимаете а так могло быть это извините плохо все закончится вот и да и через все это все это объединено и там есть вот эта логика который не является формально логической логикой не является вот логикой где есть некое основание есть некие вводные которые вы рассчитываете который приводит неизбежно какому-то результату да тут есть набор как бы характеристик которые вы там как бы туда вписали через них все взаимоотношения внутри элементов рассчитали и куда бы вы ни зашли все равно эти ценности у вас как бы там вылезают и объясняют что к чему кто кто хорошо поступил кто плохо понятно предельно да значит у нас это вшито конечно биологически почему это как бы сказать такой тип как более 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 ну центристский ну то есть он в центре так хочу это уходить ну вот потому что он социальный потому что нам самое важное было в этой социальности и здесь вот и у нас это работает на на подкорке